В краю магнори плечет море, не зная горя, горя, горя. Сегодня эта песня может стать неофициальным гимном «Цветущие». По весеннему привлекательной Анапы символ чистоты на Востоке теперь не только за высокими заборами на частной территории, но и в сквере у храма иконы Божией Матери Державная. Данная инициатива исходит у нас от главы города, то есть по его инициативе «Зелёный город», общественники Южного микрорайона, жители Южного микрорайона обратились в дирекцию Центрального рынка декорника Дмитрию Николаевичу, который оказывает финансовую помощь в закупке и в доставке данных санкционов. Так как они знают, что я неравнодушный человек и принимаю не первый год участия в озеленении города, я с удовольствием откликнулся. Тем более здесь администрация города создала новый парк, такой красивый, зелёный. И вот я подумал и решил, что добавить такой изюминки, в магнолии посадить. Через пару лет, когда деревья разрастутся, это будет действительно красивая такая фотозона. Всего насчитывается более 70 видов магнолий. Это денудата. Цвести будет до мая, пока не появятся листья. При должном уходе вырастет до 15 метров. Магнолии нужен регулярный полив из солнца. Хотя ценят её не только за красоту. В листьях, цветах, плодах и даже корее есть эфирное масло. Это уникальное антисептическое средство. Такая вот цветочная сенсация. Охранять её будут местные активисты. Отлично, прекрасно становится. Каждым днём цветёт. И даже цветущие кустики. Я иду сейчас с водой. Ой, думаю, какая радость. Лишний раз уже ещё посидишь, порадуешься. Художники просто в шоке, что такое красивый, экзотический. Цветок супер. Нам посадили. Мы сюда обязательно приднём с детьми рисовать. Впрочем, украсить свой полисадник магнолиями оказалось не так и сложно. Они хорошо приживаются в Анапе. Главное – соблюдать простые правила. Размножается она прививками, отводками и черенками. Реже – семенами. Сажать лучше всего именно в апреле. Так что никому ещё не поздно стать участником акции «Весеннее Анапа». Анна Жуква, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.